В Гомеле прошел региональный день якости. Переможцам республиканского конкурса «Лепшие товары Беларуси» уручили дипломы и посвященни, и обмерковали перспективы диверсификации рынков. Наши корреспонденты подчинялись, каким образом идуть до поставленной задачи предприятия региона. Начаток этого года для экономики Гомельской области начался удало. С остановкой динамикой спрацовали практически все обойные предприятия – Мазырский нафтоперопроцовщик, Белорусский металлургичный, Гомельский химичный заводы, Хомсельмаш и Гомельшкло. По сути, это выник той мытанокерованной работы, которая проводится в регионе на протягу опошних годов. Невзирая на такие сложные достаточно периоды развития экономики в целом страны, не просто сохранила, она увеличила свой вклад в развитие экономики Республики Беларусь. Особенно сохранив вот такой мощный промышленный комплекс, очень добавила прилично за последние годы сельское хозяйство. Должен сказать, что за последних, наверное, 5-7 лет в Гомельской области реализовано с введением уже практически в эксплуатацию больше всего инвестиционных проектов. Разом с тем, досягнение запланованных объемов задача хоть и важная, но не головная. Вырубленная, необходимо еще и реализовать в этом лику за межы краины. Сегодня Гомельская область поставляет на экспорт от 50 до 70% продукции. Наибольший реальный шлях по величениях этого показчика – полепшение якости с одночасовым снижением затрат. Еще одна обовязковая умова – отримание всех необходимых для проведения гандлевых операций сертификатов. Конечно, это позволяет, дает предприятиям дополнительные возможности. Это открытие границ, это по известным требованиям конструирования, производства, применения изделий. Поэтому при всех сложностях работы с этими инструментами эта тема перспективная, она развивается. Сегодня сертификаты якости мают около 740 предприемств в области. Эту личбу можно лишить поспехом, но в идеале – работать у ответственности не только с республиканскими, но и международными стандартами повинны все предприемства. Среди селедних лауреатов премии конкурса «Лепшие товары Республики Беларусь» разом с такими предприемствами, как «Гомсельмаж», «Гомельский химзавод» и «Спартак», «Дубрышский фарфоровый завод», «Туровский молочный комбинат», «Белорусский металлургичный завод». Зараз сирот замежных партнеров «БМЗ» – представники 43-х краин света. Все лето завод плануя нарастить свою присутность на африканском континенте. Сгодно с оперативными дадинами, за два первые месяца года отгрузки Украины-Африки перевысили 57 тысяч тонн, что складает около 15% в огульном объеме экспорта завода. Порядка 60 сертификатов только на продукцию, на соответствие национальных норм тех стран, куда мы поставляем свою продукцию. Есть стандарты по социальной ответственности, потому что предприятия у нас социально направленные, мы постоянно развиваемся и люди для нас основная ценность. По выниках первых месяцев 2019-го темп росту экспорта товаров и послуг со знаком плюс. Коммунальные организации поставили продукцию у 42 краины, 10 из которых новые – Бангладеш, Иордания, Ливан, Норвегия, Саудовская Аравия. Теперь наши выработки ведут и тут. Причем только у студени выручка перевысила 3 миллиарда рублей. Теперь этот успех необходимо замоцовать и развить. При этом никаких приоритетных для экспорта товаров и послуг не будет. Працовать необходимо по всем спектрам. Любая продукция, производимая нашими предприятиями, мы работаем над тем, чтобы они выходили на внешние рынки. И будь то пищевая продукция, либо это строим материалы, то есть любой продукт. И мы в своей работе нацеливаем все предприятия, независимо от островства, именно на экспорта ориентированность. Олексин Цюров, Марина Джала, Евгін Макенко, Тель-Радо, компания «Гомель».